всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня я хочу показать вам несколько нейропсихологических игр которые вы можете сделать своими руками в домашних условиях начну я с игры которая лежит прямо передо мной ее я нарисовала буквально за несколько минут до того как началась запись поэтому не сильно придирайтесь к тому насколько она хорошо выглядит потом в дальнейшем после того как я объясню как с ней играть я могу рассказать вам как ее модернизировать сделать более интересно если допустим вы планируете с ней работать долго если она вам нужна не только для одного занятия итак перед нами различные кружочки палочки и знаки бесконечности к непонятно да что мы с этим будем делать мы даем ребенку задачу вообще для начала наверное стоит сказать что такое нейропсихологии и вообще почему почему мы вот такие вещи делаем да с ребенком нейропсихологии это такая наука на стыке психологии и медицины где изучаются высшие психические функции человека это память восприятие внимание речь мышление и также есть уклон на медицину то есть на физиологию на работу мозга и различных зон его поэтому вам нужно знать что мы работаем с мозгом ребенка да это звучит страшно но на самом деле мозг он ведь тоже работ по определенным своим законам и нам иногда стоит его взбодрить вот как раз этим мы и будем заниматься то есть мы не будем углубляться какие-то сложные вещи поскольку нейропсихологии это действительно сложная наука и там идет очень серьезная диагностика да прежде чем работать с ребенком мы в данный момент работаем на то чтобы просто взбодрить мозг такая некая гимнастика для мозга которая полезна всем гимнастика полезна для тела гимнастика полезна для мозга мозг когда получает какие-то не совсем знакомые специфические для него задачи он активизируется и соответственно активизируется все процессы которые в нем происходят так вот вот этот листочек нужен нам для того чтобы взбодрить наш мозг чтобы дать ему задачку которую он допустим раньше наверное не сталкивался нам для этого нужен листок бумаги нужен ребенок мы даем ему задачи для начала да мы достаем указательные пальчики и указательными пальчиками должны пройтись по этим кружочком эта задача довольно простая она такая как бы вводящая ребенка процесс да и каждым пальчиком но важно что что каждый пальчик на каждой руке одновременно двигается с ну допустим правая рука одновременно должна двигаться слева и мы одновременно нажимаем на эти кружочки и так раз два три 4 5 и в обратную сторону раз два три 4 5 ребенок справился он немножко понял что да нарисовано каким образом делать мы просим его расположить все пять пальчиков на этих кружочках то есть вот у меня вот так я рекомендую если вы делаете для определенного ребенка да ну допустим для своего ребенка дома да может быть стоит брать во первых листочек чуть побольше а во-вторых делать так чтобы ребенку было удобно держать пальцы вот допустим не было бы удобнее да если был был бы вот такое расположение да листок был бы побольше я бы могла спокойно положить всю петерню здесь я сделала как в таком мини формате чтобы все вышло но продемонстрировать задание смогу и так то есть вот мы положили пальчики и теперь одновременно отрываем пальчики от одинаковых кружочков то есть начинаем например с мизинчика до поднимаем 1 пальчик 2 пальчик 3 пальчик 4 пальчик 5 и в обратную сторону раз два три 4 5 для ребенка такая задача может быть непростой потому что здесь задействуются межполушарные связи да когда мы одновременно работаем двумя руками задействуются межполушарный связью обычно мы работаем какой-то одной рукой какая-то 1 рука у нас работает другая рука обычно лентяйничает в этом случае мы одновременно делаем одинаковые действия двумя руками это подключает вот эту вот межполушарную связь это включает какие-то но новые нейроны и связи которые начинают укрепляться головной мозге это очень полезно вообще для всех процессов, которые происходят в мозге. Следующая задачка у нас, вот у нас здесь стоят такие две черные точки, поставить на них пальчик, и это будет началом нашей работы. Что еще важно, да, вот у меня сейчас листочек скользит, это немножко мешает мне правильно делать задание, потому что мне приходится еще при этом каким-то образом держать листок. Нужно, чтобы поверхность, на которой лежит листок, либо сам материал, с которого он сделан, да, он был немножко таким, чтобы держался на столе и не выскальзывал у ребенка из рук, иначе ему будет сложно. Вот мы поставили пальчики на эти точки и обводим, 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 обводим одновременно двумя пальчиками и возвращаемся на вот эти точки, да, которые стоят внизу. Теперь в обратную сторону делаем те же самые движения. Мы обводим, 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 обводим и возвращаемся в исходную точку. Это можно делать несколько раз, поскольку это гимнастика, да, мы делаем несколько подходов. И последнее наше упражнение на этом листочке – это вот эти знаки бесконечности, да, мы также начинаем из исходной точки серединки и движемся в противоположном направлении, то есть одинаковые пальчики у нас, но двигаются в противоположном направлении, и вырисовываем вот эту вот восьмерочку такую и возвращаемся обратно в центр. А теперь, где мы остановились, мы делаем то же самое, только в другом направлении. Таким вот образом. Это одна из вариантов игр. Я обещала рассказать, как можно сделать ее более такой презентабельной, более солидной, да. Мы можем вместо вот этих кружочков, допустим, использовать какие-то, ну, либо кружочки из картона, либо какие-то, допустим, небольшие, да, пуговки. Это добавит тактильности. Это еще один элемент будет, да, развития. Мы добавим тактильности. Если делать маленькие под пальчики у ребенка пуговки, то материал, из которого сделана основа, должен быть более, ну, таким прочным, да. Это может быть, например, картон, ну, такой вот от коробки, да, вы можете взять его. И приклеить туда пуговки. Сюда вместо вот этих палочек мы можем делать коктейльные трубочки, да, разных цветов, разных размеров. То есть они, единственное условие, они должны быть одинаковые. То есть вот верхний самый маленький, потом чуть побольше, чуть побольше. И расстояние между ними должно быть такое, чтобы проходил детский пальчик. У меня вот в этом плане здесь не сильно соблюдено, но я просто хотел показать сам принцип, да, действия. А вот эти вот восьмерочки можно сделать, например, из бечевки, из какой-то веревки, да, чтобы ребенок водил по веревке. Она станет более презентабельная, такая более интересная для ребенка, наверное, тоже более интересная, потому что она будет, ее можно будет пощупать, вот. Следующая игра, которую я вам хотела показать, игра, ну, можно назвать ее деревья, да. У меня с одной стороны листа уже выполненное задание, с другой стороны основа, которую мы даем ребенку. То есть вот в данном случае сконцентрируем свое внимание на основе, что должно быть изображено на листе бумаги. Что вообще нам для этого нужно? Для этой игры, в принципе, нам нужно два карандаша, ну, три карандаша. Один карандаш черного цвета и два карандаша зеленого цвета. Мы рисуем палочки, опять же, у меня маленький листик. Я рекомендую, что чем меньше ребенок, да, тем больше должен быть реквизит для него, чтобы ему было комфортнее. Мы можем эти палочки расположить, например, на листе А4, да, также в таком же порядке. Вот, можем сделать 4, можем сделать 6, это все зависит от вашего желания, потому что если ребенку интересно этим заниматься, то можно ему усложнить и придумать другие, например, веточки на листке, да. У нас что здесь? У нас с вами 4 ствола дерева и разные основы, разные по тому, как они выглядят, как они пишутся, как они рисуются, скажем так. Задача ребенка взять два карандаша в обе руки и на стволе дерева, получается, изобразить вот эти вот рисунки. Вот мы видим ствол, мы видим, каким должна быть его крона. И начинаем одновременно из одной точки рисовать такие вот палочки. Это непросто, потому что вот у меня, например, ведущая правая рука, она явно побеждает в этом соревновании, ей гораздо проще, чем левая. Левая очень старается и при этом я чувствую, что мой мозг, ну, как бы напряжен, да, он не понимает, почему ему вдруг надо выполнять такую работу. Это значит, что наша цель, она достигнута. У меня, например, вот сейчас на листе явно видно, да, что более уверенно рисует более сильный нажим и вообще уверенные ровные линии у правой руки, у левой не так. Вот. И для этих целей мы и делаем это упражнение, чтобы наши руки, наш мозг делал что-то, чего в привычной жизни он делает мало, либо не делает вовсе. Так, теперь мы вот рисуем вверх. Сам рисунок, все что угодно может быть, то есть это вот моя такая фантазия, насколько мне ее хватило, да, вот такие вот веточки рисовать. Можно усложнять, можно упрощать. Ну, вот как-то так. Принцип сам понятен. Для чего мы это делаем, я думаю, что тоже понятно. Ребенку интересно выполнять такие задания, потому что для него они тоже кажутся необычными. Главное, чтобы там уж сильно не увлекаться и не усложнять до такой степени, что ребенок, ну, не справится с этим. Вот. Полезно делать и взрослым, между прочим. Ну, и последняя игра, которую я для вас сегодня приготовила. Для нее мне понадобится ассистент. И вот в моем случае, да, я нашла вот такие втулки от тубусов. Вам, вы можете дома сделать, например, из воздушных шариков, насыпать туда крупу, это тоже добавит активности, да. Ну, воздушный шарик, наверное, нет, потому что он будет тормозить. Лучше, наверное, какой-то мешочек, что-то такое вот скользящее, типа шелкового мешочка или какого-то из такой ткани, да. Мы его завязываем, в него кладем что-то мягкое, чтобы ребенок мог положить ручки, ему было комфортно. И вот таким вот образом была возможность совершать движение, да, у него в различные стороны. Если у вас вдруг тоже где-то завалялись такие штуки, они классно подходят, то есть прям идеально ложатся в ладошку и хорошо скользят. И заранее изобразить на листочках бумаги вот такие вот стрелочки. Они могут быть в одном направлении, потому что мы их будем вот так вот крутить по-разному. Вот, сейчас мы дождемся ассистента и я покажу, в чем смысл этого задания. Ну что, мой ассистент на месте и сейчас я объясню смысл данного задания. У меня есть такие две стрелочки, у Александра есть две такие штучки, которыми он будет управлять, но управлять он будет по тому, как я задам задачку. Вот сейчас, например, для него вот эта стрелочка для этой руки, для этой руки вот эта стрелочка. Сейчас смотри внимательно, как я поменяю, и таким образом двигай руками. Куда? Эта рука двигается вниз, эта рука уходит вверх. И, да, и движение должно быть несколько раз. Да, вот, вот, до середины доходишь и, да, теперь. Правильно. Теперь. Видим, да, что даже мозг Александра у нас немножко, ну, притормаживает, скажем так, да, то есть он не сразу понимает, каким образом. Это потому, что он зрительно, вот, получает инструкцию зрительно, а потом пытается руками ее каким-то образом воплотить в жизнь, да. Ну, вот, общий смысл понятен, да, то есть мы стрелками указываем направление для ребенка, направление движений. Если я вот поворачиваю сюда, да, то двумя руками это одно и то же движение делать проще. Когда я задаю одной руке одно задание, а другой руке задаю другое, то сразу возникают некоторые сложности. Ну, вот, сейчас у Александра уже получается лучше, потому что он немножко понял, мозг немножко настроился. На нужную волну, и у нас все получается лучше. Вот таким вот образом мы работаем с этим упражнением. Сегодня я показала вам несколько игр, которые направлены на то, чтобы развить, взбодрить, показать мозгу какие-то новые задачки, которыми он раньше не сталкивался, и сделать полезно себе и своему ребенку. Подписывайтесь на наш канал «Есть вопрос», ставьте лайки, мы будем рады вашей обратной связи в комментариях. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok